божественный заказ смотрите божественный заказ на фоне следа от самолета просто божественно даже этот след от самолета он тоже божественный будь собой будь собой 20 лет 20 лет мне родственники родственники знакомые все говорили чуть не можешь как все чё выпендриваешься то есть они все считали что я выпендриваюсь я пытался быть собой мне претило быть как все то есть выращивал допустим длинные волосы сейчас гонщики проедут здорово парни мне претило быть как все я отращивал длинные волосы мяс маленький городок представляете когда я начал отращивать длинные волосы все на меня вот так вот мимо шли вот так вот таращились меня даже прозвали батюшкой 20 лет назад зато когда вчера в москве оказался я смотрю среди своих не как все и для меня просто ужасом было быть как все но самое что интересное 20-30 лет назад да я был как все я был просто вот этой массой как все я с детства испытывал недоверие вообще ко всему все что мне рассказывать все показывают хочу о чем говорится все все что угодно я из плат испытывал сомнение все время недоверия хотел я мечтал свое время ну как не мечтал я хотел верить людям я хотел верить всему что вижу я чувствую потребность правды вот этой потребность чего-то такого незыблемого божественного но все время натыкался на ложь как тебя пытаются поиметь система знакомые друзья даже все все хотят в той или иной степени то есть они все время хотят обмануть заработать на тебе еще что-то но такая тоже называется поймите звучит конечно кому-то ужасно ну вот так вот быть как все для меня просто ужас ужас я не мог голосовать ходить голосовать потому что я понимаю что как я могу выбрать президента допустим какое право я вообще имею право выбирать я разбираюсь в этом я быдло в политике как я могу вообще кого-то выбирать царь знает сам как надо действовать я не могу даже в этом участвовать каких-то выборах там еще что-то мне важно попробую быть настоящим настоящим здесь и сейчас хочешь материться матерись не существует матерных слов не существует это мы их так назвали если бы это матерное слово назвали ну чем грязь и это было бы страшное матерное слово грязь а это просто грязь если бы мы матерным словом назвали столб столб был бы матершиным словом столбом бы называли хер да и он бы был матершиным словом так как могут существовать слова которых кто-то назвал это же просто слово оно не может не отрицательным ничего быть если ты в него вклад вложишь конечно гигантскую энергию что это слово станет обладать какой-то энергией может быть будь настоящим не бойся чужого мнения тебе по идее должно быть вообще наплевать на чужое мнение но ты должен быть корректным ты не должен напрягать людей даже если они не осознанны или считают или ты себя себя считаешь осознанными или так и вы таковыми они себя считают или не считают неважно ты не должен их напрягать но ты не должен сам напрягаться и плясать по чужую дубку я испытывал недоверие к медицине я все проверял я везде испытывал недоверие хочешь развиваться не доверяй ничему почему да мне хотелось довериться так хотелось жить в идеальном мире доверять всему всему всем ну возможно в нашем мире это невозможно возможно это какой-то идеальный мир но ты все проверяй сам на себе я все проверял роды дома устройство детей садик в школу везде все проверял все на своем опыте вы знаете что без прививок и без метабследования ну кто-то считает нереально детей устроить садик это реально да я сменил три педиатра да я дошел до главврача но это мое право даже если взять по закону это мое право я все он всегда сомневался я сомневался что медицина нас спасет вы знаете что 58 процентов не доверяет медицине конкретно не доверяет всего лишь доверяет 20 процентов остальные там сомневающийся долька какая-то еще что-то 58 не доверяет почему твою мать потому что все сука лгут все сут друг другу в уши нету правды будь настоящий будь правдивый будь настоящий знаете как как кайфово быть правдивым ты себя чувствуешь просто всемогущим ты можешь говорить правду вот сейчас все мои друзья я сейчас у меня такой этап да я всем говорю правду если он ведется как свинья и горит ты как свинья себя ведешь я уже не украшаю не приукрашиваю то есть говорите правду будьте настоящим знаете что говорить правду это ты настоящий ты примут идеально настоящий просто если бы мы каждый день все бы весь мир говорил правду наш мир был бы просто идеален это был бы просто райский коммунизм у нас все было бы для людей для социума все было бы просто божественно это просто был бы рай но рай ты можешь создать здесь начни с правды да ты можешь заслужить заблуждаться да что это правда потому что как бы это твоя правда но твоя правда основана на чем она основана на твоих знаниях на твоем каком-то самоутверждение еще что то но когда ты занимаешься осознанностью когда становишься более более осознанным ты видишь правду она просто прямо голая на прям голая стоит и ты видишь эту живую обличину вот она видно примут вот она лживая личина иду проверять вот у нас видите сток у нас снега осталось в лесу иду проверять березовый сток буду собирать в том году я собрал 30 а закатал это мой самый любимый с детства сок березовый очень любил бабушками всегда покупал самый мой любимый сок и березовый сок я научился готовить как как в советское время просто офигенная штука в том году я 35 банок закатал или только 30 или 35 в этом году хочу 50 банок закатать трехлитровых купила трехлитровый банк для нас просто вечером в какой-нибудь картошечкой жареной картошечкой в мундире еще чтоorse аник просто вот мы эту баночку трехлитровый обнимай деревья хочешь попробовать дерево обнять иди его обними кажется херью но ты посмотри чтоб никого не было да ты стесняешься ты боишься среди в лес любой парк еще куда-то станет дерево так обними его и внутри создается тишина дерево дает тебе эту тишину внутри посмотрите в китае что делают в парках китайцы там все деревья обшорканы они блестят от тел молодцы надо проверить сразу поставим сниму видео как сок собирать чтобы эффективно просто чтобы деревне портить обязательно деревья надо лечить после этого сок собирается ты все равно немножко травмируешь травма лед когда я сок ставил здесь да нет тут не было сейчас он есть соответственно черного что ты можешь сначала сделать это будет самим собой правду честным самим собой веточку небольшую вот она сломаю и сейчас отмечу какая веточка да и там где вот здесь покапает сок это потом увидим она сухая еще еще сок не идет вот можно сок набирать веточек веточку какую-нибудь выбираешь не толстенькую надломаешь ее даже вот тоненькие такие надломаешь полторашечку привязываешь там потечет сок когда ты честный собой в первую очередь честным должен быть сам собой не с людьми потому что твоя честность которую ты будешь выдавать людям да частично будет но частично она будет замылено твоими мы какими умственными конструкциями она будет замылено и ее нужно очищать твою правду она постепенно начнет очищаться 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 и ты потом когда когда ты достигнешь пробуждения у тебя твои эти умственные конструкции перестанут на тебя влиять и ты просто будешь как оракул вещать ну не то что там предсказывать еще что-то у меня бывает что это предвижу допустим ощущая когда кто-то умрет но не ощущая как будто такое неприятное состояние но я не могу предсказывать ничего не могу предсказывать просто ощущение что что-то произойдет конкретики никакой нет это можно развивать можно не развивать я не развиваю просто стараюсь быть правдивым первую очередь собой не врать себе не убеждать себя что ты такой ну ты наверное хороший все таки да внутри то да говно ты говно сраное когда ты поймешь что ты просто реально говно говнище и начнешь очищаться в первую очередь правдивый собой постепенно ты станешь собой и начнешь все больше и больше любить себя любить окружающий мир любить все все смотрите какой мир смотрите какое великолепное дерево сухое тополь шикарно вообще и у нас наверху луна проведение отмеки страх который у тебя внутри образуется когда ты боишься сказать себе окружающим в первую очередь тебе когда ты боишься сказать себе что ты не такой как ты себя воспринимаешь увидеть свои мысленные конструкции то что ты себе наконструировал ты хочешь что ты хочешь это ты хочешь того точно ты этого хочешь а точно ну нахера тебе это нужно вот подумай ну нахера я хочу это ну нахер ты это хочешь о будь с собой честным и ты жирный у меня бодипозитив сука ты свинья жирная блять бози пози 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 позитив и позитив у меня тяжелая кость свинья ты жирная блять кость у тебя тяжелая жопа тяжелая мозги тяжелые само мнение вообще жопа у тебя будь будь честен с собой тебя будут критиковать тебе скажут что ты пошел не туда ты свернул с истинного пути бля молись и крестись бля ты должен быть как все как говно блять я в любое время могу бросить пить что ты гонишь блять чертила блять что ты мне рассказываешь блять могу бросить пить пу блять курить могу бросить пу блять сука будь честен с собой ни хера ты не можешь пока ты врешь себе внутри себя срешь себе в голову срешь откладываешь эти говехи вонючие пока у тебя засрано блин в голове ты не сможешь быть правдивым в наружу наружу снаружи себе себе начинай себе говорить правду видь ее да она мерзкая грязная вонючая но это твоя правда когда ты начнешь когда ты начнешь видеть правду ты становишься вначале ты становишься тем кто видит просто ты становишься вначале видящим тебе открывается мир что ты можешь видеть мир люди 80 90 процентов они смотрят на природу они красиво они ее не видят они ее не видят а когда ты ее увидишь ты начнешь видеть вокруг в это время тебе не будет говорить не просто так что ты уже свернул тебе скажут ты уже в секте и когда тебе скажут что ты не на том пути что ты изменился что еще что то помни когда тебе крутят у виска пальцем ты идешь в том направлении ты идешь в правильном направлении ты просто молодец а когда ты тотально честен с собой когда ты увидел себя как говно ты начнешь станешь честным с другими людьми можешь конечно одновременно все это делать тогда тебя будут воспринимать более сумасшедшим когда ты одновременно будешь честность культивировать и снаружи и внутри это круто кстати это быстрее но ты изменишься тебе скажут реально родственники все остальные ты в секте у них такая конструкция секта представляете бред какой и ты как будто сходишь с ума да ты реально сходишь с ума ты становишься сумасшедшим но не воспринимая это как как что то плохое но ты сходишь расшифруй ты сходишь с ума ум тобой контролировал тебя с детства он тебя контролировал все твои желания твои навязанные идеи и все остальное и ты прям раз от него так отворачиваешься и начинаешь делать по божественному как ты хочешь и ты становишься сумасшедшим и все тебе говорят ты само сошел с ума экспериментируй в еде экспериментируй в религиях экспериментируй не останавливайся на одной религии если ты пошел не останайся прочитай остановился на христианстве блин не будь говном прочитай коран прочитай буддизм потанцуй с кришнаитами все попробуй придут баптисты придут пятидесятники пусти их дома поговори с ними напои их чаем послушай газетки почитай не останавливайся ни на чем этом просто собирай информацию для себя для того что когда ты поймешь что все эти религии их можно обнять объять в один клубок это одно они не раздельны они просто клубок а потом этот клубок развяжешь ты есть ты есть я я я есть ты себе задавай это я есть я существую я в детстве два года мне еще не было два года где-то да знаешь что я спрашивал когда видел маму да ну с мамой иду там в больницу поликлинику и я задавался вопросом как вот эти люди которые ходят вокруг меня двигаться могут как они двигаются без меня то есть я понимаю что они двигаются отдельно от меня потому что я есть абсолют я есть божественен как мы отдельно можем двигаться потому что мы на самом деле едины великолепный закат сейчас будет великолепная ночь просто фантастическая будь честным будь правдивым ты станешь просто супергероем внутри себя конечно у меня есть друг который тотально честен я всегда поражался его честности он для меня вообще был как супергероем вот в честности да это просто это просто супер будь честен будь счастлив будь божественен пока у вас вы не что не а я